Подари фрукты детям Сегодня Александр Захаров, руководитель проекта Подари фрукты детям Здравствуйте, Александр Добрый день И Анастасия Астанина, участник проекта Подари фрукты детям Здравствуйте, Настя Очень рады видеть вас у нас в студии Мы с вами виделись чуть меньше года назад И я знаю, что с тех пор, с той нашей встречи, у вас очень много интересных событий произошло И, наверное, первым делом, я думаю, стоит рассказать о том, что команда выросла Расскажите об этом Ну, в общем, да, за наши полтора года, конечно, команда значительно выросла К нам присоединяются все новые и новые люди И недавно у нас уже стало пять человек Вот Анастасия присоединилась к нам совсем недавно И активно помогает в деятельности нашего проекта Каждый находит себе место Чем заняться, чем помочь Потому что функций уже достаточно много Задачи появляются новые, интересные, сложные И мы очень рады тому, что команда растет Настя, расскажите свою историю появления в проекте «Подари фрукты детям» Как вы туда попали и почему, собственно, решили остаться? Ну, это было совсем недавно По роду своей деятельности общий юрист И знакомство наше произошло совершенно в другом месте В отличие от моей работы Это было мероприятие И я увидела, как работает команда Саши И, конечно, впечатлилась, наверное, таким посылом И спасибо моей подруге, которая, собственно говоря, подошла к Саше Взяла номер телефона, списалась И так мы вдвоем с ней Но только присутствую сегодня я Мы попали в команду Саши И, конечно, то дело, которое он делает Помогает детям, наверное, самое благородное Так как самое благородное дело Помогать более-менее незащищенным слоям нашего населения Старики и дети И вот дети, конечно, вдохновляют Особенно, когда ты видишь отчеты на странице Инстаграм Которые Саша публикует Улыбки детей, они вдохновляют, наверное, на все больше и больше Наверное, совершение добрых дел Вот, поэтому очень рада знакомство было с Сашей Вот только начали вместе сотрудничать Надеюсь, что буду полезна Я знаю, что сейчас фонд оформляете уже юридически Саш, расскажите об этом Но дело в том, что мы недавно пришли к тому Что нам пора перерастать во что-то большее Потому что наша частная инициатива Стала приобретать уже масштабы очень большие Мы помогаем сейчас очень большому количеству нуждающихся детей И для того, чтобы как-то аккумулировать наши ресурсы Для того, чтобы привлекать уже более какие-то серьезные Ну, там, помощь, например, юридических лиц Нам уже надо оформляться как фонду Да и доверия, честно говоря, к фонду больше, чем к частной инициативе Вот, и поэтому мы решили, что в 2019 году мы все-таки уже станем фондом Для того, чтобы вот работать уже, ну, так сказать, на новом уровне Ну и сейчас я хочу напомнить, что совершенно безопасно помогать команде Подари фрукты детям, да, Саша, расскажите об этом Вас же поддерживает и администрация Владивостока, насколько я знаю Да, дело в том, что основное наше направление деятельности Это дети из малообеспеченных семей То есть все, что мы собираем, мы отвозим в администрацию В комиссию по делам совершеннолетних Передаем это все дело сотрудникам И они уже непосредственно передают все собранное нами В руки нуждающихся детей Вот, также мы работаем с обществами инвалидов Сейчас у нас их три И у нас еще есть класс особенных детей В одной из арт-школ Владивостока Вот, то есть по поводу доверия Дело в том, что когда проект создавался Я сразу понял, что, ну, понятно, что мои знакомые будут Как бы совершенно То есть кредит доверия уже есть, да, поскольку мы лично знакомы Для людей незнакомых я всегда предлагаю какие-то варианты Которые были бы для них наиболее приемлемы То есть это от того, что можно, например, нарисовать открытку Да, вообще не жертвуя никаких денег Просто нарисовать открытку с добрыми пожеланиями для ребенка И передать ее вместе с нами Также можно купить непосредственно фрукты И передать их точно так же вместе с нами Мы никому никогда не отказываем Можно приехать, поехать с нами, купить, отвезти, расфасовать и так далее Вот, также новым форматом нашей помощи стали мероприятия Дело в том, что мы провели их уже достаточно много И мы поняли, что мероприятие Это будет одно из наших основных направлений работы Потому что на этих мероприятиях люди могут получить не только, да, там какие-то подарки Развлечения, то, что мы для них приготовили Но они могут привезти непосредственно фрукты Так вот у нас, например, был утренний забег с одной из беговых команд Владивостока И люди принесли фрукты Мы их собрали, у нас получился целый грузовик фруктов Их было очень много Мы потом до поздней ночи просто все это фасовали Развозили по обществам инвалидов Вот, то есть и люди могут быть, ну, как-то более или менее Ну, как бы мы их можем обезопасить тем, что фрукты эти не попадут куда-то, кроме, да, наших подопечных Вот, при этом мы всегда готовы к тому, что человек может спокойно приехать вместе с нами в магазин Закупиться вместе с нами, отвезти в комиссию, увидеть, как мы все это передаем И вплоть до того, что можно поехать с комиссией в рейды У них есть межвездастные рейды, которые проходят там в течение недели Вот, можно прямо вместе с сотрудниками комиссии поехать и вместе отдавать непосредственно всеми Вот вы говорите 5 человек, а уже еще совсем немного времени нашей программы прошло А вы уже озвучили очень много мероприятий, которые уже провели, да Еще, я понимаю, многое впереди, мы сегодня об этом поговорим Делов на самом деле немало, всего лишь 5 человек Давайте, наверное, чуть подробнее расскажем о команде «Подари фрукты детям» И, Настя, наверное, начнем с вашей истории Какую конкретно функцию в этой команде выполняете вы? За что отвечаете? Ну, вот, как Саша сказала, я занимаюсь оформлением благотворительного фонда Пока это основная моя функция, потому что здесь, как говорится, поле не пахано И так как вся команда — это люди из разных областей и профессий Нужно донести, что это работает, что нам это по силам Объяснить, как это будет с юридической точки зрения оформлено, с бухгалтерской точки зрения Все посильно, все в наших возможностях И хороший пример — есть другие фонды, которые в Владивостоке работают И мы тоже это сможем сделать И вот хотела еще дополнить, что к вашему предыдущему разговору Что про доверие людей Хотя не оформлен еще благотворительный фонд Но страничка в Инстаграме активно работает И на одной встрече мы с Сашей разговаривали И мне было вообще очень трудно с ним разговаривать И его телефон разорвался Я была поражена, как люди отзываются Совершенно незнакомый человек, но они видят, насколько это все сделано с теплотой Любовью, счастливые лица детей Очень много фотографий И, конечно, люди, наверное, тоже хотят хотя бы чуть-чуть принять участие в этом С разных точек России, как я поняла, Саша сам удивлялся Особенно сейчас, вот в предвиде Нового года, наверное, посыл людей Помогать детишкам все больше и больше Это подкупает, конечно А благотворительный фонд просто даст для нас новый толчок Может быть, это определенное доверие для юридических лиц Потому что они тоже работают в рамках закона И иногда их обязывает подкреплять их деятельность определенными документами Для этого сделан такой шаг Пойти более в легализацию этой деятельности Это просто упростит работу, действительно, и расширит ваши возможности в том числе К слову, об отзывчивости людей Произошло такое замечательное, можно сказать, масштабное событие Я не побоюсь этого слова Вам удалось совершить замечательный поступок Отправить ребенка в Таиланд Александр, расскажите, хочется подробно услышать эту историю Потому что, наверное, это, не побоюсь этого слова Наверное, уникальный случай, когда фонд совершает такой поступок Как сказал председатель общества инвалидов Милосердия Это просто как полет в космос Дело в том, что нам написали наши соотечественники из Таиланда Написали, что хотят помочь проекту Мы с ними сработали первый раз Они передали из Таиланда нам игрушки для детей То есть они передали слонят Это было, конечно, вообще-то вызвало такую бурную реакцию Потому что игрушки из Таиланда, они так, они яркие, красивые Необычные, да, для наших детишек И после мы уже связывались, девушку зовут Елена Она сказала, что хочет нам и дальше помогать И она предложила такой вариант Если мы найдем ребенка нуждающегося Из одного из общества инвалидов, у которого готовы документы Которые, например, ну вот как у нас получилось с ребенком Который не так давно летал с мамой на операцию Она готова оплатить полностью их перелет в Таиланд Но не просто отдых в Таиланде, а именно по списку желаний этого ребенка Мне пришлось ехать к ребенку домой Я обычно, конечно, избегаю встречи с детьми Которым мы помогаем лично, потому что это очень тяжело Всех жалко, всем хочется помочь Но здесь мне пришлось ехать Вот, да, я увидел там открытки Которые ребенок получал вместе с нашими фруктами Вот уже за год работы И мы созвонились с Еленой из Таиланда И она сказала мальчику, чтобы он написал список желаний Что он хочет посетить, увидеть и вообще к чему прикоснуться в Таиланде Он написал, это был аквапарк, это были слоны, это был дайвинг Вот, и она полностью оплатила им перелет, отдых, питание и все развлечения ребенку Он получил просто какую-то, я не знаю, это просто сказка, наверное Мы подробно все это опубликовали в Инстаграме Сначала, конечно, я очень переживал, я не рассказывал об этом никому Потому что я боялся, как это пройдет, мало ли вдруг будет что-то не так Это было, ну я понимал, конечно, свою ответственность Но когда это все произошло, я начал публиковать фотографии, видео ребенка с этого отдыха Это был просто какой-то космос Там люди плакали, особенно кто постарше, мои знакомые Они говорят, что когда мы на это все смотрим, читаем, как это все получилось Люди просто плачут и говорят, ну это вообще просто не описать словами Поэтому если уж люди с дальних концов мира откликаются на наше хулиганство фруктовое То я думаю, что нам по силам здесь аккумулировать какие-то ресурсы И вместе сделать детей еще счастливее Я причем хочу сейчас немножечко вернуться в прошлое и рассказать о том, как Вот все гениальное просто Как элементарно начинался этот проект Александр, напомните, вы предлагали купить фрукты, передать их детям Давайте напомним эту историю С чего все начиналось и как к таким глобальным исполнением желаний привело Вообще все началось с того, что Дело в том, что я в прошлом работал в госструктурах И сталкивался именно с комиссией по делам несовершеннолетних администрации Я понимал, что есть семьи, которые являются малообеспеченными Свой статус, как правило, они скрывают И до них на самом деле с какой-то помощью достучаться очень тяжело Потому что они раскиданы по всему городу Где-то их в одном месте нет Я понял, что мы в принципе можем им помогать Например, если мы будем что-то собирать для них И отдавать в КДН То есть привозить в администрацию и через них, собственно, передавать Вот так вот, собственно, родился проект Мы просто сделали Я всегда говорю мы, потому что каждый, кто сделал хотя бы один шаг В наш проект, то там даже если человек поставил лайк Это уже как бы человек идет с нами в одном направлении Поэтому я всегда говорю мы На самом деле тогда был только я Я сделал страницу в инстаграме Начал об этом писать, что ребята, вот я хочу помочь детям Таким-то, таким-то И подробно описал способ, как это будет выглядеть Вот, сначала откликались только мои знакомые Ну, собственно, что и было ожидаемо Вот мы собирали какие-то деньги, покупали фрукты Все это дело собирали в фруктовые наборы и привозили И вот потихоньку-потихоньку все это дело увеличилось Потом у нас появилось первое общество инвалидов милосердия Да, когда я познакомился с их председателем Спросил, есть ли у них в рамках общества дети инвалиды Вот он сказал, что да, у них там порядка 20 детей Вот я сказал, что давайте мы будем и вам тоже помогать Вот, и за полтора года у нас уже так 50 на 50 стало То есть у нас 50% это дети инвалиды, 50% это дети из малообеспеченных семей Вот, на самом деле ничего сложного нет Единственное, что я могу сказать Когда я создавал все это, я даже представить себе не мог Что это выльется все в то, чем оно является сейчас То есть, на самом деле, бояться ничего не нужно Нужно просто пробовать, стараться Если есть какая-то идея, какой-то душевный посыл к этому То оно обязательно какую-то форму примет И обязательно к чему-то придет Главное не бросать и делать Я хочу добавить, что действительно помогать совсем не страшно Вы сказали, Александр, что, конечно, испытываете жалость Переживаете за этих детишек Но, тем не менее, вы этим занимаетесь Я вижу ваш позитивный настрой всегда, вашей команды И я думаю, что многие люди захотят присоединиться еще к вашему проекту Помимо тех пятерых человек, которые сегодня делают это большое дело Я сейчас предлагаю сделать небольшую паузу в нашем разговоре Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим Оставайтесь с нами Проект «Подари фрукты детям» Мы собираем фрукты, игрушки и различные подарки Для детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов Наш проект существует уже больше года За это время мы организовали более 30 сборов фруктов Каждый сбор фруктов мы дополняем различными подарками Которые могут порадовать детей На данный момент нашему проекту помогает большое количество людей Организация и индивидуальных предпринимателей Когда я начал заниматься проектом, я не ожидал такого отклика На сегодняшний день нам помогают люди из городов по всей России А недавно наши друзья из Таиланда пригласили ребенка-инвалида с мамой на Пхукет И подарили им замечательный отдых Я могу с уверенностью сказать Среди нас есть много людей с глубокой душой и большим сердцем Если вы хотите принять участие в нашем проекте То переходите на нашу страницу в инстаграм Либо связывайтесь по указанному номеру Для участия в проекте вы можете передать фрукты, игрушки, канцелярию Либо нарисовать открытку с добрыми пожеланиями Детям это будет очень приятно А мы продолжаем наш разговор о проекте «Подари фрукты детям» Ну, наверное, пришел момент поговорить о планах Их у вас немало Александр, думаю, вам слово Да, планы у нас есть И они, как всегда, скромные, но грандиозные Но масштабные Первое, что хотелось бы сказать Сейчас у нас стартовала акция «Письмо Деду Морозу» Дело в том, что дети из общества инвалидов милосердия пишут письма Деду Морозу Эти письма мы публикуем на нашей странице И так уж получилось Поскольку это пилотный проект, мы не знали, как это получится Вот Но эти письма расхватываются просто как горячие пирожки Люди сразу пишут в комментариях Вот, например, ребенок сегодня написал письмо, что я хочу железную дорогу Мы его публиковали Через 11 минут у нас уже два комментария Три железных дороги У нас действительно два комментария от двух разных людей Которые одновременно написали, что мы хотим Вот я хочу подарить эту железную дорогу этому ребенку Вот, то есть эта акция у нас вызвала, конечно, вообще такой восторг Люди стали привлекаться к этому проекту Узнавать о нем Мы видим активность Вот, также мы запускаем Что наиболее, да, важное из наших планов Также мы запускаем акцию подарков Марафон сбора подарков к Новому году Мы анонсируем эту акцию уже в ближайшее время И люди смогут привозить подарки Игрушки Ну, желательно на возраст детей помладше Вот, поскольку их у нас больше всего Вот Можно будет привозить эти игрушки нам Либо нашим партнерам, с которыми мы вместе будем это делать И эти игрушки попадут нуждающимся детям Которые находятся подопечными в комиссии по делам несовершеннолетних администрации Владивостока Вот, также хотелось бы сказать, что мы готовы работать не только с физлицами Но и с юрлицами Если какая-то организация хочет поучаствовать, да, купить какие-то игрушки И передать их через нас, так же там с документами То есть мы это все готовы предоставлять под акты приема-передачи С благодарственными письмами и так далее То есть все здесь серьезно Единственное, что это будет не от нас, да А, например, от администрации Владивостока Либо от общества инвалидов, которые являются уже юрлицами Вот, то мы готовы к любым предложениям Мы готовы все это рассмотреть, помочь Со своей стороны мы можем сделать всю технику процесса То есть помочь, привезти, отвезти Передать, подготовить документы Вот, это что касательно наших планов на ближайшее время Я знаю, что так же вас можно поддержать онлайн Помните, вы в прошлом выпуске нашей программы рассказывали о том, что некоторые люди из разных уголков мира записывают видео, да, где призывают помочь подарить фрукты Это очень положительное видео Расскажите немного об этой системе Дело в том, что если есть желание помочь нашему проекту именно не материально, да, а помочь Морально, что тоже очень важно Да, поддержать нас, передать привет То люди могут записать на видео какое-то пожелание И причем каждый записывает его в своем стиле То есть если это спортсмены, да, они желают здоровья, желают заниматься, становиться лучше Если это флористы, например, то они желают делать мир красивее И в этой фразе сказать «Подари фрукты детям» Вот буквально сегодня мы опубликовали так называемую подаришку от моего друга из Австралии Который говорит вот эту русскую фразу «Подари фрукты детям» из Австралии Вот, это такая форма поддержки плюс, ну, некоторое развлечение Потому что вообще благотворительность в интернете, да, это такой очень тонкий вопрос Согласна с вами Да, очень многие делают какие-то видео, делают какие-то фотопубликации В которых вызывают жалость и люди от этого отписываются Людям это неинтересно Мы стараемся делать по-другому Мы делаем все это позитивно, весело, развлекая людей И придавая какой-то новый образ вообще благотворительности в целом Потому что, ну, я полагаю, что благотворительность должна иметь позитивный образ И это должно быть нормальной обыденностью для людей Потому что, например, в той же Европе, да, мы смотрим, ну, как бы все-таки Как на цивилизованное общество, на европейцев, на американцев У них это вообще в порядке вещей Совершать благотворительность, быть причастным к благотворительности Потому что я знаю, что многие люди, даже на сегодняшний день Относятся к этому с опаской и говорят Лучше меня нигде не указывать Я это делаю, хочу, чтобы в этом никто не знал Это, конечно, право человека, я не спорю Но само дело должно быть, как мне кажется, позитивным, добрым И не зазорным, так сказать Чтобы люди не боялись сказать, что да, я помогаю Да, я делаю что-то, вношу какой-то вклад Вот в общее дело благотворительности Да, здесь, мне тоже кажется, очень важно не впадать ни в одну, ни в другую крайность Как-то постоянно рассказывать слишком много о том Что помогите, помогите, все плохо, все печально, я вот помогаю И в то же время не перегнуть палку с тем, чтобы вскрывать это А почему, собственно, действительно правильно вы сказали В Европе, в других странах нашего мира Действительно это, как само собой разумеющееся, помогать людям Почему нет, если есть такая возможность подарить железную дорогу ребенку накануне Нового года Это совсем немного денег, совсем недорого, но мне кажется, еще так приятно делать этот подарок Ведь правда? Вот лично мне всегда приятнее дарить, чем получать подарки Потому что это, ну это ничем не сравнимо А тем более, когда вы понимаете, что для этого ребенка это такое важное, может быть, в жизни событие Может быть, оно повлияет на его какие-то последующие поступки Еще один немаловажный момент, мне кажется, вы озвучили, что проводите различные мероприятия В том числе, наверняка вам нужна помощь артистов, музыкантов Нуждаетесь ли в такой поддержке сегодня? Да, конечно, потому что наше мероприятие это прежде всего развлечение тех, кто помогает нам Кто участвует в жизни нашего проекта Потому что, например, если мы делаем спортивное мероприятие, мы развлекаем людей Люди приходят, они там совершают пробежку, участвуют в конкурсах Это весело, позитивно Мы дарим им очень много подарков И, конечно, для этого нам нужны ведущие, нам нужен звук, нам нужно оборудование И мы всегда рады рассмотреть какие-то предложения Если у какой-то организации есть какой-то ресурс и она готова на наши последующие мероприятия принять участие То мы, конечно же, готовы это все дело рассмотреть и вместе с работой Причем мы со своей стороны всегда делаем все достаточно благодарно То есть, если нам какая-то организация, например, предоставляет какой-то шатер или звук Или как-то иначе помогает в организации наших мероприятий Мы обязательно это освещаем Мы говорим, что такая-то организация нам помогла, сделали для нас это, это, это То есть, наша страница, она является таким аккумулятором добрых дел и каких-то добрых пожеланий То есть, действительно, я хочу в свою очередь добавить к слову, что с вами очень легко работать И это очень профессионально, не занимает совершенно времени Поэтому, если музыканты, артисты, ведущие, другие творческие коллективы сейчас нас слышат, видят Откликайтесь, помогайте команде «Подари фрукты детям», потому что это замечательный поступок И отличный подарок для ребятишек к Новому году в данном случае Последний очень важный вопрос Как с вами связаться? Мы говорили, что есть инстаграм-страница Александр, озвучивайте все явки и пароли Я думаю, немало будет желающих помочь Наша страница называется «Подари фрукты детям» Она доменное имя «Fruits.vl» Также есть мой телефон Ну, его, я думаю, вы укажете в описании На экране сейчас телезрители его уже видят То есть, можно всегда мне написать Я все это дело просматриваю То есть, либо в директ, в инстаграм Либо мне на сотовый телефон позвонить Написать, я все это рассматриваю Всегда нахожу каждому свое место То есть, если это у нас разговор о помощи сегодня То мы это оперативно решаем Если это у нас какая-то помощь на грядущее мероприятие То мы это тоже все не оставляем без внимания Согласовываем и так далее Также хотелось бы сказать, что на самом деле У нас бывают такие мероприятия, которые инициируем даже не мы А именно люди, которые хотят помочь Например, один пинбольный клуб Который как-то у нас было мероприятие на День защиты идеи Они позвонили и сказали Мы хотим, чтобы вы у нас что-нибудь провели Мы готовы вам предоставить площадку, ресурсы и так далее И, собственно, они инициировали это мероприятие Поэтому, если есть какие-то пожелания Какие-то возможности, то мы всегда рады А помощь может быть абсолютно всесторонней Как мы сегодня озвучили в программе Я хочу вас поблагодарить за вашу работу Большую и очень важную Спасибо за то, что вы есть Надеюсь, ваша команда будет расти, развиваться Желаю вам поскорее приобрести новый статус Уже юридический Чтобы было, опять же, как можно больше людей Которые готовы помочь С наступающими вас праздниками Спасибо за то, что нашли время и пришли к нам сегодня Спасибо Я напоминаю, что это была программа «Время говорить» В студии работала Анна Бережная Увидимся на Восьмом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова